В тех городах, в которых ты была в России, вот, там так же или там чище? Можешь сделать такое сравнение между немецкими городами, где ты была, и российскими городами, где ты была? Да. Ну, к сожалению, да, в Германии граффити встречается, правда, очень часто. Хулиганьо присутствует. Здесь я этого часто так не встречала. А по поводу мусора. Сейчас так, как мы попали в такое время года, мы в феврале только приехали, 18-го числа, и получается, когда начал таять снег, вот, начали проявляться, вот, наверное, кто-то с магистралей выкидывал какие-то бутылки, лапан, вот это вот все начало проясняться. Ну, я не знаю, как сейчас выглядит, мы сейчас через две недели обратно поедем в Москву, и потом в Тульскую область, как сейчас-то, может быть, это уже все и уберут. Мне за такое короткое время судить сложно. Сложно. Да, но здесь так, нет, как не было зимы, я поражена в чистоте, вот, очень чисто. Вот, вот, ну, я ничего плохого не могу сказать. Это сейчас где? Краснодарский край. А конкретно какой город? Анапа. Анапа, хорошо, ну, просто чтобы все знали на всякий случай. Анапа, Краснодар, вот, 10 дней были в Краснодаре, сейчас в Анапе. То есть в Анапе, где живут россияне, такие ужасные, страшные и так далее, оказывается чисто. Да. Да. Ну, вот, понятно, у нас тут, конечно, снег растаял, и еще даже видны вот эти вот остатки от хлопушек на Новый год. Вот. И фейерверк, и так далее. Ну, понятно, что мусор валяется, я понимаю, что этот мусор будут убирать, его уже убирают, я вижу, как его убирают. А люди все равно мусорят, это плохо. Я вот не занимаюсь этим делом, но правительство работает, правительство убирает. Да, действительно, приведу пример, мы сейчас, мы были не только в больших городах, так как мне нравится жить в станицах, мы смотрели в Краснодарском крае станицы, и при нас постоянно ходили, постоянно собирали каждый вот там мусорок. Это тоже зависит все от людей. Люди, не мусорите, пожалуйста, следите за природой. А природа здесь шикарная, что здесь в Краснодарском крае, что в Московской области, сколько сосен и всему подобное. Цените это, пожалуйста, потому что Россия очень красивая. А вы уже подписались на все остальные соцсети? Если нет, то чего вы ждете? Подписывайтесь. И все-таки я их открыл для вас, и непонятно, как долго я продержусь в Ютубе. Так что переходите в описании, там будут ссылки на Яндекс Дзен, на Бусти, на ВК, на Рутуб. Вот, и, конечно же, на Телеграм-канал. Подписывайтесь обязательно и смотрите выпуски. Приятного вам просмотра. Ну, а что вот еще тебя позитивно так, ну, не то чтобы шокировало, а вот какие еще позитивные аспекты о своей жизни вот в России? Я понимаю, ты что тут всего лишь полтора месяца, вот, но твои первые впечатления? И думаешь ли ты, что это просто розовые очки или нет? Нет, это не розовые очки, нет. Я знала, на что иду. Я тоже, прежде чем приехать, я пересмотрела кучу роликов разных людей с разных стран. Как сказать? Да, это слишком короткое время. Конечно, есть какие-то вещи, может быть, где-то я... Мне нужно подпривыкнуть, да? Ну, расскажи, расскажи. Да, ну, я скажу так, все-таки Германия – это богатая страна, да, там очень проживают много людей, 82 миллиона, и налоги, соответственно, там такие же, да. Конечно, там будет все строиться в быстрых темпах, все меняться, постоянно все будет выглядеть ново, и дороги, соответственно, такие же, потому что налоги очень высокие. Здесь для меня был немножко шок, вот когда я вижу вот эти хрущевки, вот эти старенькие домики, да, обшарпаны. Мне жалко. Мне жалко людей, которые там живут. Они встречаются, они действительно есть. Или, например, мы были в Тульской области, в противотуберкулезный диспансер. Эта больница просто разваривалась. И там, как она есть детская, и для взрослых. Вот такие вот моменты, мне нужно привыкнуть. Мой глаз к этому не привык еще за 25 лет с Германией, где все четко миллиметр в миллиметр. Мне к этому нужно привыкнуть. Но когда я себя спрашиваю, я себя контролирую. Я вот иногда сажусь и контролирую. Ты готова с этим жить? Тебе это не мешает? Мне это никак не мешает. Я готова с этим жить? Я готова ради этого, ради того, что я хочу здесь получать от России, да? Я готова, чтобы мои дети были счастливы. Я готова, вот те люди, которые мне приносят счастье, как я уже повторюсь, самое, что мне здесь нравится, это человеческое отношение. Оно есть. Оно не искусственное, оно настоящее. И это все внешне, оно, как сказать, оно остается позади. Ты просто это уже воспринимаешь, как есть. Да, потому что есть много других плюсов. А вот новые клиники, новые детские садики, или которые, в которых был ремонт, например, ты вот в таких клиниках была или ты только была? То есть они тоже существуют, правильно? Конечно, все строится. Понимаете, я скажу такой момент. Я неоднократно с людьми общалась, и я могу сказать, что многие не понимают, вот Россия, да, 20 лет назад, что за этот период все поменялось. У них нету этого сравнения. Вот, например, как мы приехали, мы не знаем, как Россия развивалась за это время. Нам сложно судить. Поэтому я не хочу ни какие-то там домики, ни что, хрущевки, или еще что-то осуждать. Да, я вижу все равно, что люди делают. Делаются дороги, делаются тротуары в самых тех станицах. Не обязательно только города. Также больницы строятся, сады и школы. Вот, и мы были, честно скажу, мы были в государственной клинике, город Королев, потому что у моих детей запустили немецкие врачи с кашлем. И уже, я думала, мы сменим климат, он пройдет. Он не прошел, только ухудшился, и нам нужно было срочно показаться врачу. Так как у нас нету страхования еще здесь, мы не получили еще РВП. Нас просто так приняли. Без проблем, без всяких карточек. Так бы в Германии никто тебя никогда бы в жизни не принял. Нас просто так приняли и назначили лечение. Обычная клиника детская. Все отлично было. Врач взял себе время, прописал лечение. Да, медикаменты нужно было платить сами. Но зато мои дети здоровы. Их вылечили, кашель прошел. Да, у дочки, к сожалению, осложнение, но она и предупреждала, что у нее, возможно, ей нужна будет даже операция, потому что там все запущено. Сын, у сына все прошло. Долго боролся с этим. Ну, а вот тогда расскажи, мне интересно, как они запустили в Германии? Вот сейчас ты можешь тогда уже рассказать чуть-чуть про здравоохранение в Германии для, не для Навального, которого повезли в определенный госпиталь, а для обычных людей, которые там живут. Да, это такая большая проблема. Как все думают, что самая хорошая медицина в Германии, это не так. Да, у них есть аппаратура. У них есть врачи, которые могут с помощью этой аппаратуры хорошо оперировать человека интенсив, да, если нужно. Но поставить правильный диагноз, они не в состоянии, они не умеют этого делать. Это борьба вечная, это не только у нас. Они... Вот приходишь ты с ребенком, они говорят, пейте воду, все, там, лечитесь. Я понимаю, я тоже не сторонник, там, пичкать ребенка всеми медикаментами, какие есть препаратами. Но они не ставят диагноз, им просто нужно прийти, пропикать страховую карточку, скассировать какую-то сумму, все. Очень редко ты встретишь хорошего врача, и то он вводит русскоязычный. Я вот так говорю. Мы просто уже перестали ходить потом, потому что смысла нету. Я уже пыталась с народными средствами, мы меняли разные клиники. Также у меня было сколько проблем, да, и то я уезжала в другую страну, чтобы решить свои проблемы по здоровью. Но ты расскажи, в какую страну, если не хочешь говорить об этом, можешь не говорить, скажи. Хорошо. Да, все об этом прекрасно знают, открыто я это говорю, что у меня были проблемы, я не могла забеременеть, да. И мы ездили на Украину в то время, мы ездили на Украину, и там была одна европейская клиника специально для европейцев, русскоязычная, кстати. Сейчас ее уже там нету на сегодняшний день, всем понятно, почему. И там не смогли помочь, да. А, вот интересно, клиника для европейцев, это вообще как понять? Получается, чтобы получить детей, ну, соответственно, сделать ЭКО, да. Там один человек, а теперь он, то ли он русский, то ли он еврей, я уже не помню, кто он там был, мне не интересовалось. Он создал такую клинику в Киеве для, не для местных, там из украинцев никто не наблюдался. Это могли быть люди из Германии, из Китая, из Америки приезжали. Только вот для таких людей. Все. Интересно, то есть он что, просто не принимал таких клиентов или как? Из Украины, я имею в виду, вот свои? Нет, это только из других стран, только из других стран. Вот, интересно. Вообще, по-моему, ее перенесли вообще в другую страну, естественно, да. Да. Ну, вот ты туда съездила, а тебя вылечили? Да, получается, 4 года мы тоже делали ЭКО и разные наблюдения, и пичкали меня гормонами. В Германии за 4 года я не могла забеременеть. И после того, как мы поездили 9, получается, да, 9 месяцев всего лишь, и там еще сделали 3 ЭКО. И вот, получается, все вместе у меня 8 ЭКО было. Я там забеременела, смогла забеременеть двойняшками, да. И меня еще ввели параллельно, дистанционно, с таким большим чемоданом всяких разных препаратов. Меня ввели, и вот у нас родились здоровые двойняшки. Я очень этому благодарна. Вот насколько все-таки... Потому что я знаю, что люди и в Россию ездят, ну, из разных стран, чтобы вылечиться, и до СВО, и на Украину ездили тоже, и писали много об этом в разных соцсетях. Ну, тут вот подумать нужно. То есть, это насколько вот эта пропаганда, насколько она просто внедрилась, как пиявка, которую сложно вытащить. Клиника европейская, не в Европе, который лучше ухаживает за клиентами, чем европейские клиники в Европе. Это подумайте, зрители, дамы и господа, это какие тараканы сидят в людях из бывших стран СССР. Вот, не во всех, конечно, не во всех людях, я понимаю. Чтобы, ну, подумайте, вот просто почувствуйте вот это, что европейская клиника тогда на Украине ухаживала за клиентами лучше, чем европейская клиника в Европе. Да. Ну, это про здравоохранение. Другие люди тоже много чего говорили про немецкое, великое немецкое здравоохранение. А ты еще можешь что-то добавить, какие-то личные истории про вот немецкое здравоохранение? Например, очереди есть? Существуют там очереди? Конечно, очередь. Вот расскажу вот примеры, например, как часто из России постоянно жаловались из-за того, что очереди здесь. Ребят, в Германии ты идешь по записи, и ты будешь так же сидеть 2-3 часа в очереди. Как ни крути. Эти очереди постоянно. Мы когда здесь ходили к врачу, да, очереди были, но там тоже возмущались наши, там что-то, когда, сколько можно сказать. Я вот так сидела, думаю, блин, да ничего страшного в этом нету, зато врач берет время наблюдать твоего ребенка. Ну, ладно, ну, смиритесь с этим, наберитесь терпения, все же мы люди, не ругайтесь. Так же в Германии очень. А дольше сидят в очередях в Германии или в российских клиниках? Учитывать, что ты пришел по записи, дольше в Германии. Угу. Потому что обычно по записи приходишь, и, ну, на 15 минут может доктор опоздать, на 20 минут, и потом заходишь, и все. Нет, там, ну, действительно очень долго ждать по записи, это, там нервы не выдерживают, потому что ты, все прекрасно знают работать в Германии, там тебя не ждут, там тебя выпускать на определенное время, да, иди к врачу. Все понимают, что тебе вот нужно идти, идти дальше. Угу. А теперь давай перейдем на другую тему. Я знаю, интервью сегодня у нас с одной темы, на другую тему прыгают. Но, правда, ты тут находишься всего лишь полтора месяца, но у тебя есть чего интересного рассказать. Можешь сравнить еду? Да. Ты уже понимаешь, о чем я говорю. Сразу улыбка большая появилась. Расскажи тогда, вот, совни, еду в Германии, в супермаркетах, например, вот, качество еды, вкус и так далее, и вот, там, тульскую, там, краснодарскую и так далее, фрукты, овощи, что хочешь, мясо, пожалуйста. Конечно. Вот, конечно, еда в России у нас лучше. Это был мой ответ. Смотри, еда, здесь, когда я приехала, я сразу почувствовала вкус, что мне не хватает вкусовых добавок, да, это вот как соль, сахар, что не есть плохо. Потому что сразу понимаешь, что в немецких продуктах очень много добавок, да, от этого тоже самое, и человек тоже поправляется. Здесь, конечно, мы тоже поправились, потому что мы ездим в Бросниках, нас откармливают, капец как. Мы все поправились туда. И продукты, да, они даже по регионам отличаются. Но я хочу сказать, вот мы в Москве, например, покупали продукты, они даже не в сезон, намного вкуснее, чем те, которые в сезон в Германии. Например, те же самые помидоры, да. Вот. Также в Краснодарском крае здесь, можно сказать, уже все тепличное в это время года, летом, наверное, еще будет вкуснее. Но все равно колоссальная разница, намного вкуснее. Овощи, фрукты. Да. Молочка, молочка обязательно. Расскажи про молочку. Очень вкусное масло и очень вкусное молоко, мы его просто литрами покупаем. Да, потому что у нас действительно молоко, ну, у нас невкусное молоко-то, не у нас, у них, у них в Германии. Я все поправляю. Нет, ну это, я вот уже, я могу попытаться вспомнить вот это чувство, когда я только вот приехал, я открывал молочко свеженькое, я вот, я, я понюхал его, я говорю, блин, молоко пахнет молоком. Когда я покупал клубнику и нес ее, везде весь лифт вонял клубникой, я думал, блин, фруктов есть запах. Когда я покупал огурцы, я их ел просто килограммами, как фрукты. У меня все, это вот тогда было, это вот моментальное сравнение, потому что я оттуда переехал сюда. Да, я, я с удовольствием бы сейчас еще раз почувствовал это вот чувство. Но для этого мне нужно уехать, пожить в другую страну, привыкнуть к дерьму, которое там можно купить, и потом уже вернуться обратно. И, ну это вот сейчас ты еще живешь вот в этом кайфе, когда ты реально вот просто пробуешь все вот, кушаешь все вот эти фрукты и овощи, и ты кайфуешь от них, потому что у тебя еще свежее сравнение с Германией. Да, это действительно так, потому что даже вот возьми наши родственники, которые приезжали с Казахстана, они там тоже с Южного Казахстана разбалованы, у них там барашки на поле полшутся, они свежее мясо, фрукты, овощи, приезжали в Германию, они постоянно жаловались. У вас мясо никакое, у вас все не то, все невкусно, несварение, вот насчет чажести. Вот в Германии, вы пока жили, постоянно вот это покушал, постоянно чувствую тяжести в желудке. Здесь такого нету. Вот действительно нету такого, что вот ты сколько бы не ел, у тебя вот как будто, я не знаю, так вот пропасть, все, летает. Ну, другие, действительно, продукты другие. И это даже можно понять. Молоко настоящее, оно будет скисать, да? То молоко, оно просто начинает горчить, да? Немецкое молоко, вот, например, да? Оно будет просто горчить. Я не спорю, возможно, есть и настоящее там у фермеров, да, у байеров, можно покупать. Но, видно, даже по овощам и фруктам, здесь фрукты начинают быстро портиться, гниль, потому что они не так обработаны. В Германии будет долго лежать этот овощ, он просто потом когда-то высохнет, и все, потому что они сильно обработаны, они, или они давно привезли, их привезли зелеными, и туда вот все вот такое привозное. А помимо вот фруктов, овощей, помимо мяса, молока и так далее, вот скажем про рестораны и про кафешки, вот. Я знаю, ты сказала, сервис у нас тут лучше, ты уже это сказала. Ну, а насчет именно вот еды, которую готовят в кафешках, в ресторанах и так далее. Можешь ее сравнить с такими же там примерно кафе, ресторанами в Германии? Именно едой, которую там можно купить. Да, вот во многих уже побывали, особенно вот в Краснодарском крае, вот узбекская кухня, очень вкусная, да. Ну, я даже не могу сравнить, потому что, ну, совсем другая разница, совсем другой сервис. Вот, я даже не, ну, с чем сравнивать? Ну, можно конкретно сказать, почему он другой, почему он лучше? Ну, во-первых, вкусно, да. Я, ну, правда, ну, правда вкусно. Вот мы куда не ходили, я не могу сказать, что нигде не вкусно, вкусно. Разное, вот японская кухня, там, вот узбекская кухня, русская кухня, где мы не кушали, нам было всегда вкусно. Хотя мы сами готовим, мы сами очень капризные. Мы знаем, да, там, вкусное мясо, невкусное мясо. А в Германии, мне кажется, там вот кроме дёнара и вот китайской еды, ты ничего такого не поешь, потому что вот у немцев, как для меня, у немцев вообще нет ни своей кухни, ни культуры, кроме колбас, да. У них, они ничем тебя не уделят. Я даже не могу сравнивать, ни с чем сравнивать, потому что действительно мы там, мы в основном готовили всё сами. Мы так часто не ходили. Ну, а немецкий хлеб? Говорят, что немецкий хлеб хороший, вкусный. Нет, ничего. Вы русский кирпичик не пробовали, вот это настоящий хлеб. Вот. Нет. Понятно. И это у тебя не розовые очки? Нет. Я шучу, я шучу. Мне просто реально... Я знаю, что люди будут говорить, что у тебя розовые очки и так далее, и так далее. Я прекрасно тебя понимаю. Вот. А чем тогда ты планируешь заниматься в России, чтобы зарабатывать и так далее? Да, смотри. Ну, я так понимаю, можно сегодня тебе открыть секрет. Мы решили остановиться в Анапе. Мы очень долго рассматривали, где же нам всё-таки остановиться, хотя нас выговаривают в Московскую область. Но у меня муж противник, он хочет в тёплые края. И мы планируем заниматься. Также я продолжу свой салон. И, скорее всего, курортным бизнесом. Сейчас мы налаживаем здесь тоже связи, ездим, смотрим, как здесь побереги, как здесь. С едой тоже, с гостиницей, как мы готовим. Узнаём, какие у нас есть возможности. Что-то с курортом. Пока точно сказать не могу. Ну, как только вот у нас точно будет всё, тогда могу сказать. Ну, секреты тогда не выдавай. Лучше не... Вот когда будет, тогда... Салон 100%. Салон 100% я буду вести дальше. Да. Это в первую очередь. Остальное будем смотреть уже. А вот чувствуешь разницу? Потому что многие говорят, вот женщины, что у нас тут салоны, сервисы, качество, и всё намного выше, чем в Германии. То есть, получается, вот твой опыт, который у тебя был в Германии, ты с ним сейчас приехала в Россию, и тебе нужно будет прям вот переформатироваться. И то, что тут конкуренция высокая за клиента. Ты вот планируешь как-то улучшить свои немецкие сервисы? Конечно. Конечно. Можно сказать, что в Германии вот эти вот сферы красоты, бьюти-сферы, да, она вообще там не развитая. Можно сказать, я в своём городе была единственная, кто делал первый момент брови, ресницы и всё остальное. Здесь я понимаю, что мне нужно подучиться, да. Я это знала, что это будет, потому что уровень здесь намного выше, потому что здесь востребованность очень большая. И я говорю, для женщин в России это рай. Ты здесь можешь из себя всё, что хочешь сделать. Но я не сомневаюсь во мне, потому что я знаю, что у меня в Германии хорошая клиентура была. И я знаю, что здесь тоже будет. Потому что я вижу работы, они классные, отличные, но я не отстаю от них. Я в себе как уверенный мастер. Я знаю, что мне чуть-чуть нужно подучиться. Понятно, правильное мышление, позитивное. А сейчас такой вот серьёзный вопрос. С какими проблемами ты сталкивалась? Вот проблемы, связанные с именно получением документов в России, чтобы ты могла тут жить и работать. Были какие-то определённые проблемы, которые сложно решить или нет? Или всё вообще шло как по маслу? Нет, не шло всё как по маслу. Мы же, я не знаю, в курсе ты или нет, вопрос тоже такой, как нас встретила Россия. На таможне у нас же были огромные проблемы. Нас там кочеври жили три дня, трое суток. И уже оттуда всё началось. По документам было всё хорошо. Но Стас требовали взятку, да, вымогали взятку, чтобы пропустить, ну, чтобы так просто проехать. Мы отказались. И нас там полностью три с половиной тонны прицепа заставили разгрузить вещи. Вот это вот незаконие. Сейчас это дело уже ушло всё в Следственный комитет, и люди будут наказаны. Что касается этой темы, если хочешь поподробнее, я о ней расскажу. Если нет, можем уже переключиться насчёт документов. Ну, как хочешь. Опять же, если ты хочешь подробности рассказать, если нет, потому что это дело идёт, можешь не рассказывать, я прекрасно понимаю. Но всё равно правильно что-то сделала. Вот нет, что ты не пошла, просто вот как-то заплатила и сказала, всё, ладно, мы проедем. Ты именно пошла вот до самого конца, чтобы людей наказать за их поведение. Ну, правильно делаешь. Да. Вот это вот тоже такой пункт, и я его хотела бы затронуть, потому что... Я помню, люди чуть раньше меня, многие уезжали, переселенцы, и давали взятки от безысходности, я их понимаю. Ну, у меня тоже сложный характер, я не буду на такие махинации, я не поддавалась. И когда нам сказали заплатить две с половиной тысячи евро, чтобы нас просто так пропустили, я говорю, ни копейки не получится. И всё. И, конечно, нас решили за это наказать, да. И это было что-то, да. У меня есть отдельно про это ролик, и кто хочет, может посмотреть. Я чуть раньше уехала, мне сделали временного восемь, а муж остался там, и должен был в одни руки всё разгружать. И от носков до крючков полностью всё вытаскивать. Представляете, это запаковывалось всё неделями. Готовился этот переезд неделями, месяцами. А тут возьми всё, разгрузи полностью, да. Дальше из кубов. И это было ужас. Ну, потом мы это пережили всё, и началось, вот сейчас вернусь к твоему вопросу насчёт документов. Так как мы остановились в Тульской области, мы там, в одном маленьком городке, мы там, получается, первые переселенцы у них. И они не знали, что с нами делать. Это было что-то с этими документами, мы никак не могли подать на РВП. У меня, к сожалению, у нас уже кончается виза, из-за этого нам нужно сейчас продлевать визу. И мы, конечно, там намучились. Люди кругом делают ошибки. Переводчики медсправки не те выдают. Потом там девушка, которая помогает заполнять заявление за небесплатно, тоже наделали кучу ошибок. Вот. И потом, когда ты этот пакет подаёшь и приезжаешь с надеждой, что тебе всё приняли, а тебе говорят, там вот такое лицо выдают, что всё неправильно, заново передел. И, конечно, ты начинаешь уже в какой-то степени злиться. Вот. Ну, понятно, короче, в принципе, то же самое, через чего мы проходили. Ну, потому что моя жена из Болгарии, вот, и мы ей делали документы. В принципе, то же самое. Куча ошибок, постоянно что-то новое находят, точка не тут, запятая не там, так неправильно написано, это слово нужно вычеркнуть. Ну, как бы вот ко всему придирается. У меня другая мысль появилась. Вот они попросили две с половиной тысячи евро. Вот если бы ты им заплатила две с половиной тысячи евро, они просто бы тебя пропустили, правильно? Да. А я вижу... Они бы прицеп с машины загнали бы на рентген. Ну, может быть, собаки ещё там прошлись бы, да? Но когда мы сказали, что как бы мы не попадаем под эту категорию, мы переселенцы, они не имели права, как нам сказать, откройте ту-ту-ту-ту коробку, покажите там. Или коробки, например, прогнать на рентген, или ещё что-то. Ну, а я сейчас другую проблему вижу, извини, я тебя перебью, а иначе забуду. Потому что сейчас воскресенье, и уже девять часов. А вы могли бы люди из страны 404, которые заплатили денежку, и потом провезли что-то такое, которое нельзя было привозить, и потом устроили какие-то проблемы. То есть я вижу тут совсем другую проблему. Я вижу, что кто-то хочет заработать, но мне сейчас важна безопасность россиян, а не личные заработки. А почему теракты происходят в стране? А ты думаешь, почему теракты происходят в стране? Как раз так вот, когда мне сказали, а вдруг вы наркотики везёте? Я говорю, конечно. И за 2500 евро я бы их провезла, потому что они просто нас пропустили. Ну, отлично ты сделала, что подала на них. И надеюсь, что это дойдёт до определённых. Нужно это, нужно обязательно улучшать. Если просто вот так вот платить и ехать дальше, то никогда это не будет улучшаться. Правильно, молодец. Поддерживаю. Нужно, чтобы они работали так, чтобы россияне были в безопасности постоянно. Они надеялись на личные заработки. Ну, смотри. Татьяна, а есть ещё что-нибудь, про которое ты бы хотела рассказать? Вот. Вопросы. Конечно, вопросов было много, но, может быть, мы что-то пропустили. Надо подумать. Подумай. Ну, в принципе, так и всё. Да, так как мы здесь недолго находимся. Наверное, можно ещё добавить про страхи. Да, что страх – это брак номер один. Многие переселенцы хотят переехать, и они боятся. Да. И боятся сложности, трудностей, что здесь не так, как в Германии. В Германии приехали, тебе дали там какое-то социальное пособие. Да, здесь будет не так. Здесь вам придётся столкнуться с трудностями. А кто сказал, что будет легко? Конечно, придётся и под документами побегать. А где не так? Конечно, сначала с жильём как-то будет промоливантично. Особенно у тех людей, у которых нет своего капитала. Нужно будет немножко себя в чём-то ущемлить. Да. Как-то затянуть пояса. Но это всё делается. Человек, если хочет, он и найдёт и работу, и хорошее жильё. Ребят, не бойтесь. Надо эти страхи перебарывать. Будут такие как бы пункты, когда у тебя будет всё опадать, и ты будешь хвататься за голоду, и не знаешь, что сделать. Это у каждого человека есть. Ну, просто тогда ставьте это всё. Лягте, поспите. Утром вы встанете, и вы поймёте, что не так всё страшно. И у вас появятся новые идеи, новые планы. Вы будете уже совсем по-другому на это смотреть. Разговаривайте с людьми, не бойтесь просить о помощи. Потому что Россия, люди здесь очень доброжелательны, и они всегда норовятся помочь. Не бойтесь спрашивать. Вот я говорю, мы правда сколько здесь находимся, в каком месте бы ни находились. Действительно, люди очень много помогают. Мы сейчас, когда я выставила в телеграм-канале, что мы едем в Анапу, что Краснодар нам не зашёл, а мы едем в Анапу, три семьи к нам обратились и сказали, вы можете жить у нас просто так. Вообще, представляете ли, людей не знаю. Нам, мы сейчас вот эта семья, которая нас приютила, они просто нам вот так дали ключ, от ворот, от дома, сами ездят по своим делам, мы можем делать, что хотим. Понимаете? Настолько доверия, да? И ничего не требует замены. Это делается просто вот так, с добротой. Это мне тоже иногда письма приходят. Приезжай в Краснодар, я тебе всё покажу. Там люди из разных городов тоже это пишут. Очень, конечно, приятно. Я бы, честно, вот по всей России поездил. На это нужно очень много денег, во-первых, потому что всё это стоит недёшево, вот эти переезды. Конечно, хочется на машине поездить, чтобы всю эту красоту увидеть, всю эту природу заснять и потом выложить и показать. Но да, есть вот этот очень позитивный аспект, это именно люди. Вот мне всегда разные мигранты из русскоязычной, из Израиля, там, Молдовы, Украины, также из России, когда я жил в Канаде, они все говорили, что у нас все быдло, у нас все грубые, тут везде одно хамло и так далее, и так далее. Я приехал, ну вот я на пальцах могу пересчитать, когда вот мне хамили. Вот, опять же, возьмём, вот, пример. Мы вчера, да, в субботу гуляли в, ну, по Красной площади, вот, зашли в ГУМ, там мороженое же можно купить, везде вот очереди, огромные очереди за этим мороженым. А, и люди стоят, люди стоят, они ждут. И вот мы подошли, наша уже очередь подходит, я отвернулся, смотрю, хоп, какая-то женщина лет там, 55-60 лет, просто ниоткуда-то, хоп, подпоявилась, там, трах-тиби-дох-тиби-дох, там, и всё, и вот она тут. Я так смотрю, я смотрю на свою жену, думаю, она что, всегда была, нет, перед нами наши друзья, как-то она между нами влезла. Я так стою, говорю, а не хотите в очереди стоять? Нет, не хотите? А она такая, нет, не хочу, не хочу. А, говорю, что, серьёзно? Правда? Вот так будете просто, вот, грубо просто влезли? Не хотите? Потом эта мысль появилась, надо было просто деньги взять и вот так вот выбросить на пол. Вот её деньги. Ну, не дошло просто, потому что мы были в шоке, а я объясню, почему мы были в шоке. Потому что это так редко происходит, по крайней мере, с нами. Кругом очереди стоят. И вот один человек это сделал. И если бы я был постоянным зрителем, скажем, Навального и так далее, я бы сказал, какие у нас грубые люди, какие плохие россияне. Потому что я был бы слишком тупой, чтобы посмотреть вокруг и понять, что большинство стоит и ждёт, и нормально себя ведут. И только один человек портит воздух из всех этих людей. Это единица, действительно. Ну, мы, честно, пока ещё не столкнулись, да, как бы. Есть, есть люди, да, но они правда единицы. Понятно. Татьяна, тогда, я знаю, ты уже, ты уже сказала, у тебя был уже, как бы, псевдо-открытый микрофон. А, когда я спросил, когда я задал вопрос, есть ещё, о чём бы ты хотела поговорить. Ну, теперь давай уже перейдём к настоящему открытому микрофону. Если тебе хочется в самом конце интервью что-нибудь сказать, будь это про эмиграцию, будь это про людей, про Германию, про какие-то плюсы и минусы, вот буквально, что тебе приходит в голову, то, пожалуйста, и скажи. Я, ну, мне приходит одно в голову, я хочу просто поблагодарить россиян. Вот правда. Я, у меня постоянно вот это вот связано с людьми. Я вообще вот такой человек, я очень люблю общаться, и моё душевное состояние, оно всё связано с людьми, да, и я пребываю каждый раз в шоке, что насколько вот вот страна к стране, вот разные все мы, разные, да, но в России это другой народ. Вот как ни крути, мы здесь в одной волне. и вы поймёте, что всё, что вы там имели в Германии, там, 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 вот эта помощь социальная ещё какая-то, это вообще не важно в жизни, ребят. Оно не делает вас счастливым. Счастливым делает это вот это вот отношение человеческое. Когда ты можешь помочь кому-то, когда тебе человек может помочь, когда просто прохожий тебе улыбнулся или улыбнулся твоему ребёнку, это делает человека счастливым. Поэтому не бойтесь, переборите свои страхи, если вы хотите, сделайте. Боитесь, попробуйте, прийти, просто посмотрите. Да, я никого не созываю, ни что. Но вы почувствуете, почувствуете, ваше это или нет. Понятно. Спасибо, Татьяна, ты очень позитивный человек. Спасибо огромное, что согласилась на разговор, на интервью. Если что, опять все ссылочки, дамы и господа, на разные соцсети Татьяны, они будут в описании. Также, опять говорю, YouTube, хоть и он и пакостный, но это мировая платформа. И все-таки ролики будут выходить в YouTube, но, пожалуйста, переходите по ссылочкам в описании на ВК и на Телеграм. А может, даже Яндекс.Дзен добавлю. А может быть, еще и Рутуб, если сильно захочется. Переходите и подписывайтесь, потому что рано или поздно, я уверен, мой канал тоже снесут. Вот. И тогда придется, мне будет сложнее начинать все опять заново. обязательно переходите и подпишитесь. Все-таки вас 176 тысяч уже. Я вам сильно благодарен за вашу помощь. Ставьте пальцы вверх, ставьте пальцы вниз, пишите комментарии. С вами был Станислав, с вами была с нами сегодня была Татьяна. Татьяна, спасибо тебе огромное. До свидания. Тебе тоже спасибо большое, Стас. Спасибо.